Выставка «Алаш. Вестники свободы» открылась в областном историко-краеведческом музее. Она будет работать несколько месяцев. О том, какие экспонаты представили гостям, расскажет Анна Житская. Выставка приурочена к столетию образования партии «Алаш» и созданию «Алашской автономии». Движение зародилось в 1905-1907 годах. А на Первом Оренбургском всеказахском съезде в июле 1917-го сформировалась в партию. Чтобы собрать экспозицию, работникам музея пришлось приложить немало усилий. Материалы собирались буквально по крупицам. Это и какие-то документы были у нас в музее. Что-то работа велась и в архивах, и по материалам периодической печати. Пополнялись материалы, в том числе из фондов областной библиотеки Миссабита Муканова. Они предоставили многие из книг, которые представлены на данной выставке. На выставке рассказывают о роли национальной интеллигенции, которая обратила внимание на простой народ. Необходимость помочь населению и сподвигла ее создать партию Алаш. В ней были и североказахстанцы. Конечно же, здесь отдельно мы не могли не осветить и деятельность наших земляков, североказахстанцев, кто был членом партии Алаш. Это и Макжан Жумабаев, это и Смогул с адвокасов. Мы рассказываем более подробно о жизни и деятельности. Это и Айдархан Турлыбаев, который занимал пост заместителя председателя правительства Алаш-Арды. Здесь представлены материалы и о Жумагалит Лиулине. Торжественное открытие выставки состоялось в зале первого президента. Сюда пригласили курсантов военного института. Юноши с интересом изучают экспонаты и слушают экскурсовода. Мне больше всего запомнилось, что это флаг партии Алаш. Что стоит заметить, данный флаг похож на флаг Турции. И это говорит о том, что в то время участники партии Алаш и наши братья с Турцией были в хороших дружеских отношениях. И запомнилась карта города Алаш. Партия Алаш просуществовала всего три года. Еще некоторое время спустя Алашская автономия была частью Семипалатинска и считалась самостоятельным государством со своим правлением, куда входили 25 членов. В те времена это считалось прогрессивным показателем. Десять мест в правительстве отводилось в некоренным представителям народности, которые проживают на территории Казахстана. Наша страна и по сей день остается многонациональной и мультикультурной. Влияние партии Алаш на становление нашего государства трудно переоценить. Сторонники этого движения отстаивали независимость страны. Они первыми предприняли серьезные политические шаи к независимому демократическому государству. Анна Житская, Желудузбек Ермуканов, Новости МТРК.